Привет, друзья, это Life is Strange, меня зовут Миша Килкунтак, и мы хотим посмотреть альтернативную концовку. Макс, Макс, ты меня слышишь? Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Хлоя, я, похоже, я отрубилась, прости. Ох, слава богу, больше никогда так не делаю, ясно? Клянусь, но тот кошмар был таким реальным, таким страшным. Снова наша торнадо, которая накрывает Аркадию Бэй. И вновь нам нужно будет сделать выбор. Этот нелёгкий выбор. Это моя буря, я начала всё это, я всему причина. Я так часто меняла судьбу, что... Умудрилась нарушить естественный ход вещей. Всё, что я посеяла, это смерть и разрушение. Ну и хуй с ним. Тебе была дарована эта сила, ты её не просила. А потом ты спасла нас. Всё это должно было произойти, это закономерно, только Рэйчел не заслужила такой участи. Но без твоей силы мы бы её даже не нашли. Пусть ты и не сраный повелитель времени, но ты Максим Колфилд. И ты потрясающая. Это да, но сейчас нам придётся сделать свой выбор не в пользу, Макс. Вот и, собственно, выбор. Придётся пожертвовать Хлое. Конечно, не хотелось бы, но... Хочется увидеть альтернативный финал. Макс, пора. Хлое, мне очень, очень жаль. Я... Я не хочу этого делать. Знаю, Макс. Но мы должны. Должны всех спасти, понимаешь? И ты заставишь этих ублюдков заплатить за то, что они сделали с Рэйчел. Наша с тобой неделя. Для меня это лучший прощальный подарок. Ты моя героиня, Макс. Оу, ну ничего себе, пошла романтика. На фоне торнадо-то, да? Прощальные чмоки-чмоки. И будем делать выбор. Я всегда буду любить тебя. Теперь уходи отсюда, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. И Макс Колфилд. Только попробуй меня забыть. Ни за что. О да, Хлою не забудешь. Тем более после такого выбора. Как это вообще можно забыть? Как будто кошмарный сон какой-то. И вот мы фоткаем снова бабочку. Там, где собственно и начиналась вся эта история. Когда мы впервые спасли Хлою. И поменяли тем самым естественный ход событий. Пока никого нет, да? Ну да, тихо. Наверное, сейчас зайдут. Да, вот, всё. Всё хорошо, Нейтан. Не паникуй, всё в порядке, братишка. Просто сосчитай до трёх. Не бойся. Это твоя школа. Захочешь, взорвёшь её. Ты здесь босс. Так чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мой жопочем. Итак, перейдём к делу. У меня для тебя ничего нет. Ошибаешься, у тебя до жопы бабла. Ты, блять, понятия не имеешь, кто я такой и во что ты ввязываешься. Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его. Никогда мне не указывай. Меня достало, что люди пытаются мной помыкать. За убийство у тебя будет гораздо больше проблем, чем за наркотики. Да по такой швале, как ты, даже скучать не станут. Убери пушку, псих. Ох, это, конечно, очень печально. И слишком жестоко. Прощай, Макс. Прощай, Хлоя. Мы не спасли тебя. Нейтан уже упал в панику, естественно, но... Что сделано, то сделано. Человек убить, человека не вернуть. А что же Макс? Макс даже беззвучно плачет, сидит. Получается, этого уже не будет, не произойдет. Нейтана повязали. Сколько вообще событий после того, как мы спасли Хлою происходило, и все. Теперь этого всего не будет. Как-то даже печально, но вообще того стоило, спасти Аркадию Бэй вместо своей лучшей подруги. Ради которой мы сколько всего проделали, сколько воспоминаний было. Вообще, сколько драмы было за все эти серии. И все ради города, по сути, с гнилыми людьми. То есть очень много таких людей, которые готовы тебя пристрелить и так далее. Макс, видимо, вспоминает, как они вместе с Хлоей здесь стояли. Или как сидели на лавочке, общались. На фоне заката, возле маяка. Но больше нет такой собеседницы, как Хлоя, нет такой подруги. И это реально печально. Мне даже трудно представить себя на месте, Макс, какие эмоции она сейчас испытывает. Однозначно, ей очень тяжело. Тем более, осознавать, что это был ее выбор. И он останется с ней до конца дней. Ведь этого уже не изменить. Все в черном идут, значит, на похороны. Ну да. Кладбище Аркадии Бэй. Грустно, что все вот так вот взяло, закончилось. Даже, по сути, не успев начаться. Все то, что мы проделали за это время, оно того не стоило, потому что оно не произойдет уже все. Хлои больше нет с нами. Ее родители пришли. Ректор пришел, Кейт пришла. Я уверен, и Макс придет, это само собой. И Лорен здесь. Может, Макс какую-то прощальную фразу скажет. Или просто все придерживаются минуты молчания. Хотя, на самом деле, что ей сказать? Сказать прости. Тяжелая ситуация, тяжелая атмосфера там сейчас царит. Мне вот интересно, Макс свой дар как-то будет в дальнейшем использовать или нет? Или она поняла, насколько это опасно, менять время? И какие последствия после этого могут быть? О, песик выжил. Его же вроде собака сбивала. Или мы спасли его, тогда я не помню. Ну, что скажешь? Прощальная речь. Последние минуты. Вместе с такой прекрасной подругой, как Хлоя. Грустный на самом деле финал, но что поделаешь. Такая лайф, такая лайф и стрэндж, собственно. Как-то так. Если вам понравилось видео, друзья, пожалуйста, поддержите меня лайком, а также подпиской на канал. И не забывайте нажимать на колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. А с вами был Миша Келкунтак. Увидимся в следующей части. Пока-пока.